Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания VidaPulse и я менеджер отдела технической поддержки и врач компании Арчибасова Елена. Тема вебинара, который мы сегодня проводим, это гормоны щитовидной железы и нарушение функций щитовидной железы. Вначале мы поговорим о строении и функции щитовидной железы, о тех гормонах, которые она секретирует, и в дальнейшем уже разберем основную патологию, которая связана с дисфункцией щитовидной железы и как это проявляется на ПК VidaPulse и возможные способы коррекции. Итак, что из себя представляет сама щитовидная железа? Щитовидная железа называется так, щитовидная, от слова щит, то есть она напоминает форму щита, и, как вы видите и знаете наверняка, она располагается на передней поверхности шеи, состоит из двух долей, соответственно, правая и левая доли, и между ними выделяют перешей, которые отделяют эти доли. Щитовидная железа прилегает к трахее. Трахея, другими словами, называется дыхательное горло. Иногда, в некоторых случаях, анатомически, в щитовидной железе можно выделить еще дополнительную долю, перимедальную. Но иногда выделяют, иногда нет. Вот, в общем, в целом, такую вот форму имеет щитовидная железа. И масса ее, как вы видите, она колеблется от 20 до 65 граммов. Это считается нормальной массой щитовидной железы. Значит, размер и масса щитовидной железы зависит от возраста и от определенных физиологических состояний. Нужно сказать, что интенсивный рост размера и массы щитовидной железы наблюдается в период полового созревания, ну или, другими словами, в пубертатный возраст. Тогда, когда в целом в организме наблюдается гормональная перестройка. Если мы посмотрим уже, так скажем, в старческом возрасте, то, наоборот, наблюдается уменьшение массы щитовидной железы. Это является совершенно нормальным состоянием. Во время беременности масса щитовидной железы увеличивается, и это совершенно естественный физиологичный процесс. Так как гормоны щитовидной железы, мы сегодня будем много про них говорить, они определяют практически все процессы, все процессы физиологические в нашем организме, и во время беременности они должны обеспечить функцию не только организму женщины, но еще и развивающемуся плоду. И увеличение массы щитовидной железы во время беременности совершенно естественное, и эта масса увеличенная может сохраняться после родов в течение полугода до года. Или затем, совершенно естественно, эта масса уменьшается вновь до прежних размеров. Если посмотреть, как устроена щитовидная железа, так скажем, изнутри, то вот сначала немножко текста, а потом мы это все посмотрим уже на рисунке. Структурной единицей щитовидной железы является фолликул. Что такое фолликул? Фолликул, другими словами, это пузырек. То есть много-много таких вот пузырьков это строение щитовидной железы. Но эти пузырьки не пустые, они заполнены веществом, однородным или, другими словами, гомогенным веществом, который называется коллоид. И вот этот коллоид, который находится в полости фолликула, он ограничен стенками фолликула. Стенка, она состоит из клеток, особых клеток, которые называются эпителиоциты. Это разновидность, как любая другая клетка. А другая, это не что иное, как основание этой самой стенки. Так вот, к основанию или базальной поверхности стенки прилегает большое количество капилляров. То есть густая сеть капилляров окружает фолликулы. И в эти капилляры, в эти кровеносные сосуды в дальнейшем будут выделяться секретируемые гормоны щитовидной железой. А на опекальной поверхности, то есть та поверхность, которая обращена внутрь коллоида, внутрь фолликула, находится очень много микроворсинок. Итак, коллоид, который находится внутри фолликула, он содержит белок. Белок, который называется тиреоглобулин, который секретируется клетками, тиреоцитами. Ну, теперь давайте посмотрим то, что мы сейчас обозначили. Вот оно, так скажем, строение щитовидной железы. Вот здесь, как бы под микроскопом, то, что можно увидеть. Вот они, фолликулы. Фиолетовыми вот этими, как бы, точками показаны границы фолликулов. Это не что иное, как стенка. А красное – это есть коллоид, в котором как раз находится белок тиреоглобулин. А вот здесь, на этом рисунке, показано уже непосредственно отдельно взятый фолликул, разрезанный. Вот мы видим внутри полость, снаружи плотная-плотная сеть капилляров. Это очень важно. Это очень хорошо кровоснабжаемый орган. Именно сюда, из, так скажем, внутренней поверхности фолликула, выделяются синтезируемые гормоны. И в стенке фолликула имеется огромное количество рецепторов к гормону тиреотропному, который обеспечивает синтез гормонов щитовидной железы, контролирует, участвует в регуляции. Значит, что за гормоны секретируются щитовидной железой? Три гормона. Значит, они классифицируются как бы на два уровня, на два класса, вернее. Значит, это гормоны йод-тирамины, о которых мы сегодня будем говорить. Это тироксин и триод-тирамин. И второй класс гормонов, к этому классу относится гормон кальцитамин. Это гормон, который контролирует и участвует в регуляции кальциевого обмена. То есть, сегодня мы про этот гормон не говорим, так как у него совсем другие задачи. А подробно поговорим о гормонах, для синтеза которых необходимо два компонента. Это йод и аминокислота тирозин. Поэтому и относятся они к классу йод-тираминов. Без вот этих двух компонентов эти гормоны просто не будут синтезироваться. Вот здесь показана биохимическая структура гормонов щитовидной железы. Тироксин, его аббревиатура сокращенно, он обозначается как Т4, потому что другими словами он еще называется тетра-йод-тирамин. И три-йод-тирамин обозначается как Т3. Немножечко об этих гормонов, и далее мы посмотрим схему, как они синтезируются. Итак, для синтеза этих гормонов необходим йод. Йод так называемый элементарный или чистый. Поступает йод в щитовидную железу, ткань щитовидной железы очень тропна к йоду, и йод как бы включается в молекулу аминокислоты тирозина. И вот эта вот конъюгация присоединения йода к тирозину одного атома образуется сначала моно-йод-тирозин. Присоединяются два атома йода, соответственно, это будет уже ди-йод-тирозин. И вот моно-йод-тирозин и ди-йод-тирозин это такие промежуточные формы гормонов, они неактивны, и, соответственно, они полноценную функцию гормонов не выполняют. В дальнейшем что происходит? Происходит слияние, если происходит слияние двух молекул ди-йод-тирозина, то здесь уже образуется тетра-йод-тирозин или тироксин, то есть Т4. Это уже активная форма гормона. И эта форма гормона содержит, соответственно, четыре атома йода. Если же происходит соединение ди-йод-тирозина и моно-йод-тирозина, то образуется три-йод-тирозин или Т3. Вот два активных гормона, которые в дальнейшем будут поступать в кровь и оказывать свое влияние в организме. Соответственно, воздействовать на органы мишени. Нужно сказать, что наиболее активным гормоном является гормон 3-йод-тирозин. Теперь давайте посмотрим это вот на представленном рисунке. Это не что иное, как срез фолликула. То есть вот она клетка тиреоцит, та клетка, которая выполняет стенку фолликула, а это, соответственно, просвет фолликула, который заполнен коллоидом. Стенка, как мы уже выяснили, с наружной стороны очень плотно оплетена кровеносными сосудами. И, соответственно, из крови в ткань щитовидной железы поступает йод. И происходит иодирование, присоединение к аминокислоте тиреозин, то есть конъюгация другими словами, атомов йода. И затем в обратном направлении, путем экзоцитоза, через стенку, то есть через клетку, происходит уже выделение гормонов, вот, да, тироксин, 4, обратите внимание, атома йода присоединено, и 3-йод-тирамин, 3 атома йода. Соответственно, это происходит уже выделение гормонов в кровоток. Итак, два основных компонента необходимые для синтеза этих гормонов. Аминокислота тиреозин. Ну, как любые другие аминокислоты, значит, вообще все в целом аминокислоты в нашем организме, они делятся на заменяемые и незаменяемые, то есть которые могут в организме синтезироваться, и те, которые не могут синтезироваться, и, соответственно, поступают только с продуктами питания. Так вот, аминокислота тиреозин также поступают с продуктами питания, и особо богаты тиреозином продукты, которые здесь представлены. Ну, самыми доступными для нас это являются молочные продукты, это такие фрукты, как бананы и авокадо. Очень много тиреозина находится в семени тыквы, в кунжуте, но аминокислота тиреозин синтезируется в нашем организме, помимо того, что она поступает с продуктами питания, она еще и синтезируется в организме, и синтезируется она из аминокислоты фенилаламина. Ну, это сложный биохимический процесс, и если он не нарушен, то синтезом тиреозина до особых проблем нет. А второй компонент, который необходим для синтеза этих гормонов, это, конечно же, йод. Что касается йода. Основным источником йода в нашем организме является, конечно, вода. То есть йод, как микроэлемент, мы получаем с водой, это основной поставщик йода. И, соответственно, вода в разных регионах по своему составу микроэлементов совершенно различная. В каких-то регионах йода достаточно, а в каких-то регионах йода совсем-совсем мало. И вот в тех регионах, где йода в воде мало, как правило, развивается патология, связанная с дефицитом йода, и эти заболевания будут носить характер эндемичных. Слово «эндемик», да? То есть заболевания, характерные для данной местности. Так вот, среднесуточная норма йода, которую должен получать взрослый человек, составляет примерно 120-150 миллиграмм. Ну, можно получать до 300, не миллиграмм, извините, микрограмм, потому что это микроэлемент, и он поступает в микрограммах. Соответственно, когда изменяется физиологическое состояние, когда организм растет, это особенно пубертатный возраст, и во время беременности потребление йода должно быть увеличено до 200 микрограмм в сутки. Итак, вода – источник йода. Но если йода в воде мало, то, соответственно, йод мы получаем еще с продуктами питания. Продукты питания на первом месте – это, разумеется, морепродукты. Многие про это знают, да, что в морепродуктах содержится много йода. Самая обычная морская капуста, которая является легко, скажем, довольно доступной, значит, содержит в себе йод – это различные виды рыб морские, да, это креветки, да, это моллюски, ну, любые морепродукты содержат много йода. Сейчас начинается сезон, когда у нас в магазинах появляется такой фрукт, как хурма. Хурма, вы знаете, да, она даже на разрезе такого вот коричневого цвета, цвета йода. И в хурме содержится тоже очень много йода. Соответственно, как мы уже сказали, это молочные продукты, это печень, если, да, вы употребляете этот продукт в пищу, там содержится йод. Но даже при отсутствии этих продуктов в рационе питания может организм обеспечивать себя достаточно количеством йода, это употребление, конечно же, в пищу иодированной соли. Соль специально иодирует, это совершенно происходит, ну, правильно и разумно. Соль добавляем мы все в приготовляемую пищу, и, соответственно, иодированная соль является источником йода, особенно в тех регионах, где йода в воде нет, и человек, допустим, не употребляет в пищу ни морепродуктов и каких-то там других продуктов, где содержится йод. Поэтому обязательно эти продукты должны быть в рационе питания. Итак, мы сказали, благодаря чему синтезируются гормоны щитовидной железы, сказали, как это происходит, а теперь давайте поговорим, а что же делают гормоны щитовидной железы, зачем они нам нужны. И давайте остановимся на основных физиологических эффектах этих гормонов. Хочу сразу сказать, что гормоны щитовидной железы, ну, так образно, это наше все. То есть это гормоны, которые влияют, если говорить совсем по большому счету, на основной обмен. А значит, эти гормоны стимулируют рост и развитие организма и дифференцировку тканей. Особенно оказывают свое влияние на дифференцировку и развитие структур центральной нервной системы. И прежде всего, это очень важно в детском возрасте. А благодаря этим гормонам организм растет, развивается как в физическом, так и в психическом направлении. Это регенерация тканей, то есть восстановление, заживление, потенциирует, да, то есть стимулирует так называемые симпатические эффекты в сердце. Ну и вот, когда мы разбираем, обучаемся, да, работе на ПКВ, допустим, мы постоянно говорим о роли симпатической, парасимпатической нервной системы. Так вот, что делают эти гормоны? Эти гормоны в сердце участвуют в синтезе рецепторов к таким веществам, как адреналин и норадреналин. А это, во-первых, медиаторы симпатической нервной системы, и это гормоны мозгового вещества надпочечников. Что же делают эти гормоны при взаимодействии с своими рецепторами? Особенно, если этих рецепторов много или достаточно под влиянием гормонов щитовидной железы. Они стимулируют работу сердца. То есть, другими словами, гормоны щитовидной железы оказывают стимулирующее влияние в целом на сердечно-сосудистую систему. Стимулируют работу сердца, то есть, увеличивают частоту сердечных сокращений, увеличивают силу сердечных сокращений, за счет этого увеличивается фракция выброса, и это будет отражаться напрямую на артериальном давлении. Так как влияют на основной обмен, то основной обмен мы не можем, так скажем, разбирать без теплообразования. То есть, влияние их на митохондрии, которые находятся у нас в клетках, обеспечивают образование тепла, то есть, образование энергии. В целом, влияют на основной обмен, повышают возбудимость центральной нервной системы, то есть, благодаря этим гормонам человек усваивает новую информацию, может ее легко воспринимать, воспроизводить, может чему-то обучаться, то есть, обеспечивают в целом активный, бодрый образ жизни. Но вот все, что мы разобрали, это эффекты физиологические, но в основе этих эффектов скрываются или лежат процессы биохимические. Значит, что к ним относится? Гормоны сочетоводной железы регулируют процессы обмена жиров, белков и углеводов, то есть, влияют на углеводный, жировой и белковый обмен. Давайте начнем с белкового обмена. Влияло на белковый обмен, то есть, стимулирует синтез белка. И вот оно все, если мы говорим стимулирует синтез белка. Это рост, это развитие всех органов, всех тканей, соответственно, это дифференцировка всех тканей, это работа всей нервной системы. Влияние на жировой обмен. На жировой обмен эти гормоны влияют таким образом, что оказывают окисление липидов. Другими словами, стимулируют липолиз, то есть, распад жиров, в результате чего происходит образование энергии. И влияние на углеводный обмен. По отношению к глюкозе действие этих гормонов тоже довольно выражено, так как они повышают уровень глюкозы крови, то есть, вызывают состояние гипергликемии, и все эти эффекты крайне необходимы, особенно в состоянии стрессовых реакций. гормоносчетовидной железы это одна из стресс-реализующих систем нашего организма. И вот за счет того, что идет воздействие на все виды обменов, все физиологические эффекты, которые мы сейчас обозначили, на сердечно-судистую систему мы сказали, какой эффект стимуляции, это влияние на желудочно-кишечный тракт, это активация моторной секреторной функции, это психическая деятельность, то есть стимуляция, активация центральной нервной системы, это влияние на половую деятельность. Вот, исходя из того, что делают эти гормоны, мы в дальнейшем будем говорить, о что будет при их избытке и недостатке. А сейчас, чтобы это было понятно, когда происходит нарушение гипергипофункции, давайте немножко остановимся на регуляции выделения этих гормонов. То есть, гормоны Т3 и Т4, которые вырабатывает щитовидная железа, они выделяются в кровь, стоком крови они разносятся по организму и работают в органах-мишенях. Органы-мишенях это те органы, где есть рецепторы к этим гормонам. А гормон находит свой рецептор и связывается с ним по принципу как ключ-замок. То есть, это его, да, рецептором все связывается и в этом органе будет оказывать эффект. Если орган не обладает рецептором гормона, то там эти гормоны и не работают. Итак, гормоны выделяются щитовидной железой. Но, чтобы эти гормоны выделялись и выделялись в достаточном и в нужном количестве, происходит контроль сверху. Контроль осуществляется другими железами внутренней секреции и непосредственным, так скажем, командиром, который отправляет команду к щитовидной железе, это является железа внутренней секреции, которая располагается у нас в головном мозге, называется гипофиз. Гипофиз железа выделяет огромное количество гормонов, у нее выделяют три доли, и вот передняя доля или адена гипофиз вырабатывает так называемые тропные гормоны. Одним из этих тропных гормонов является ТТГ. Это аббревиатура, на самом деле этот гормон называется тиреотропный, тирео, да, от слова тиреощитовидная железа, тропный, то есть имеет тропность с родством клеткам щитовидной железы. Так вот этот гормон оказывает прямое воздействие на клетки щитовидной железы и стимулирует продукцию ее гормонов. Это как бы первый уровень регуляции. Но гипофиз железа, которая тоже находится в подчинении. И чтобы вырабатывался тиреотропный гормон, на гипофиз оказывается воздействие еще одной железой, которая располагается в иерархическом плане выше. Эта железа называется гипоталямус. Гипоталямус выделяет тоже довольно большое количество гормонов и эти гормоны они называются в общем все, которые выделяются они называются релизинг гормоны. РГ релизинг гормоны. Эти релизинг гормоны делятся на либерина и статина. В данном случае здесь у нас показан конкретный либерин тиреорелизинг гормон. То есть гипоталямус выделяет тиреорелизинг гормон, который оказывает воздействие на гипофиз. под влиянием этого тиреорелизинг гормона гипофиз вырабатывает тиреотропный гормон, который оказывает воздействие уже непосредственно на щитовидную железу и щитовидная железа вырабатывает нам уже известные гормоны Т3 и Т4 в кровь. Дальше они оказывают свое воздействие на те органы, где есть к ним рецепторы. Вот то, что мы сейчас с вами разобрали, это так называемая прямая регуляция, прямое воздействие сверху вниз. Но существует еще обратная связь снизу вверх. То есть сами гормоны щитовидной железы могут оказывать воздействие и на функцию гипофиза, и на функцию гипоталямуса посредством так называемых обратных связей. Выделяют обратные связи короткие и выделяют обратные связи длинные. Короткие это непосредственное воздействие на гипофиз, длинное это воздействие на гипоталямус. Итак, значит, если гормонов Т3, Т4 в крови стало больше, чем это нужно, то есть их стало больше, чем это необходимо, то эти гормоны в большом количестве по принципу обратной так называемой отрицательной связи блокируют на уровне гипофиза выработку тиреотропного гормона. Тиреотропного гормона становится меньше и, соответственно, гормонов щитовидной железы тоже будет выделяться мало. И наоборот, если этих гормонов вдруг по какой-то причине концентрация в крови снизилась, их мало, то, соответственно, по принципу отрицательной обратной связи информация поступает в гипофиз, но эта связь теперь уже будет положительная, и информируется гипофиза то, что тиреотропного гормона нужно выделиться больше. Для чего? Для того, чтобы простимулировать клетки щитовидной железы, чтобы они больше стали вырабатывать гормонов Т3 и Т4. Вот такая вот ось, так скажем, гипоталяма, гипофизарно-тириоидная, да, тиреоз, это щитовидная железа, такая вот регуляция этих гормонов, довольно сложная, но, зная эту регуляцию, можно, так скажем, определить при патологии на каком уровне происходит поломка регуляции и, соответственно, уровня гормонов на периферии, почему будет гипер- или гипофукция. А также, зная этот принцип, мы можем диагностировать, да, каких гормонов много, каких мало, и что это будет за ситуация, гипер- или гипофукция. Таким образом, мы с вами переходим уже непосредственно к отклонениям, которые могут быть при патологии функции щитовидной железы. Первое, на чем мы остановимся, на ситуации, которая называется гипер-тириоз. Давайте разберем это слово по частям, гипер-тириоз. Само слово, да, включает в себя как бы два момента. Первое, это гипер, что означает много. И второе, это непосредственно уже щитовидная железа, тиреоидео, да, которое словно по-латински так звучит, тиреоидео, то есть это щитовидная железа. То есть, другими словами, гипер-тириоз, это синдром, проявление, которое обусловлено гиперфункцией щитовидной железы. То есть, в крови гормонов триодтиранина и тироксина будет больше, чем это необходимо. Почему такое может случиться? Значит, причин этому несколько. Вот мы разобрали с вами три уровня регуляции. Значит, давайте по этим уровням и пройдем. Первая причина, так скажем, наипервейшая, наиболее часто встречающаяся, это патология самой щитовидной железы. Классическим примером гиперфункции щитовидной железы является так называемая базедова болезнь или диффузный токсический зоб. Это подавляющее большинство так скажем патологий щитовидной железы при гиперфункции. Нужно сказать, что проблемами щитовидной железы чаще касаются женщин, нежели чем мужчин. Итак, причина в самой щитовидной железе. Вторичные причины связаны уже не с проблемой в щитовидной железе, а связаны с проблемами на уровне гипофиза, той железы, которая контролирует функцию щитовидной. Что там может быть? Какие-то образования в виде опухоли, допустим, и тогда клетки гипофиза становятся нечувствительны гормонам щитовидной железы, и вот этот принцип обратной связи не срабатывает. И гормонов много, они посылают информацию гипофизу, что у нас много, и, соответственно, териотропного гормона должно вырабатываться меньше, а ткань гипофиза нечувствительна, териотропный гормон продолжает стимулировать клетки щитовидной железы, и гормонов на периферии выделяется много. И причина более высокого порядка или так называемый третичный гипертиреоз касается проблем, связанных с гипоталямусом, когда идет большая выработка гормонов тириолиберина. Причин несколько, так как гипоталямус, стимуляция его происходит в результате воздействия нервных импульсов, то это, как правило, какие-то невротические состояния. Вот три точки воздействия, которые могут привести к гипертиреозу. Итак, чем проявляется гипертиреоз? То есть, какие основные проявления этого состояния? Мы с вами сказали, что делают эти гормоны. А теперь давайте представим, что этих гормонов много. Значит, все, что они делают, будут происходить слишком выраженно. Итак, все, что касается влияния на частоту сердечных сокращений. Это выраженная и стойкая тахикардия, так как идет стимуляция. Тахикардия может быть до 100-120 ударов в минуту. Но причину нужно искать не в патологии сердца, а именно в гиперизбытке гормонов щитовидной железы, которые стимулируют эту функцию сердца. Как следствие происходит повышение артериального давления, причем повышение систолического давления, верхнего. То есть момент сокращения сердца стимулируется. Диастолическое, как правило, не меняется, и поэтому разница между систолическим и диастолическим будет большая. Это давление называется пульсовым. гипертириозом. То есть первая характерная характеристика гипертириоза или базидовой болезни это тахикардия. Следующая триада, существует триада вообще гипертириоза. Первое это тахикардия, второе это воздействие на центральную нервную систему, соответственно повышенная активация приводит к тому, что такие люди очень беспокойны, активны, они очень раздражительны, их все выводит из себя, они ни на чем не могут сконцентрироваться, не могут спать, потому что постоянно какое-то беспокойство, тревожность. Это следующее проявление гипертириоза. И третье проявление гипертириоза это так называемый экзофтальм, или если говорить по-простому это пучеглазие, то есть так скажем сейчас посмотрим это на рисунки такие вот большие раскрытые глаза. Следующее проявление, если посмотреть со стороны желудочно-кишечного тракта, идет стимуляция моторики секреторной деятельности, то это склонность к диарее, то есть человек при этом основной обмен увеличивается, теплообмен увеличивается, человек хочет постоянно есть, аппетит растет, ест много, энергии тратится много, она тут же сгорает за счет теплообразования и повышенного основного обмена, тут же диарея и есть хочется снова, то есть получается, что человек ест много, но при этом масса тела уменьшается. Значит, если посмотреть на кожу этого пациента, то она очень теплая и влажная за счет того, что идет дилатация, то есть расширение периферических сосудов. В связи с этим таким пациентам все время жарко. Жарко и летом, жарко и зимой, и в мороз. Они постоянно расстегиваются, раздеваются, открывают все форточки, проветривают постоянно и так далее. То есть им постоянно жарко. Если мы говорим о состоянии половой сферы, то нарушение менструального цикла у женщин. идет нарушение цикла вплоть до того, что уступает аминария. Если мы говорим про мужчин, то это снижение потенции, возможно, развитие геникомастии, то есть это изменение молочной железы, крупной железы у мужчин, ее, так скажем, гиперплазия и очень быстрая мышечная слабость и утомляемость. Вот все, что мы сказали, это демонстративно видно на вот этом слайде синдрома гипертиреоза. Вот она пучеглазия, изменения со стороны центральной нейросистемы, раздражительность и агрессия, нерегулярность менструального цикла, повышенное теплообразование и соответственно все те симптомы, которые мы обозначили. И вот такой характерный вид пациента при гипертиреозе. посмотрите, вот нормальное состояние щитовидной железы, нормальный внешний вид пациента и вот идет гипертрофия щитовидной железы. Соответственно посмотрите, во-первых, это увидеть самой массы щитовидной железы на шее, вот он характерный вид лица, глаз. Как же это все можно характерные признаки диагностики, если говорить о лабораторных принципах, при признаках, то вот они уровни гормонов. То есть уровни гормонов щитовидной железы на периферии Т3 и Т4 они будут повышены, а уровень тиреотропного гормона, который контролирует функцию щитовидной железы, будет наоборот уменьшен. Вот такие вот ножницы. То есть ТТГ снижен, Т3 и Т4 повышены. Следующее проявление, следующее отклонение функции щитовидной железы это наоборот гипотиреоз. Опять же, да, слово состоит из двух составляющих. Гипо это мало и щитовидная железа тиреоидея с латинского означает щитовидная железа. То есть это состояние этот синдром который обусловлен наоборот недостатком гормонов щитовидной железы. То есть сейчас мы будем разбирать ситуацию демитрально противоположную тиреотоксикозу или базедовой болезни или гипертиреозу. Вот крайним состоянием гипотиреоза является такое проявление которое у взрослых называется мексидема классический вариант гипотиреоза. А у детей это состояние называется кретинизм. Итак также разбираем возможные причины. Итак первичная причина гипотиреоза это патология санной щитовидной железы. Вторичная это вследствие допустим дефицита тиреотропного гормона то есть это те изменения которые касаются уровня гипофиза. нужно сказать что наиболее распространенная причина гипотиреоза практически 99% то есть практически все случаи приходится на первичный гипотиреоз так называемый приобретенный гипотиреоз который как правило касается дефицита йода. и мы еще раз давайте подчеркнем что в основном патологии щитовидной железы страдают в популяции женщины всех возрастных групп а все что касается женщин пожилого выраста то там гипотиреоз встречается еще чаще. Итак причина в позале первичной связан как правило с недостатком йода то есть йода не хватает в воде если это эндемичный район йода не хватает при поступлении с едой то есть пищевых продуктов что же касается проявлений гипотиреоза каковы основные проявления теперь зная что делают гормоны щитовидной железы и их функции давайте все это уменьшим либо будем разбирать крайнюю противоположность в состоянии гипотиреоза но прежде всего мексидема это отек отек который происходит в подкожной клетчатке и в результате этого меняется внешний вид внешний облик пациента лицо отутловато такое ну как бы отечное лицо причем оно приобретает вид маски как бы мимика очень обедняется почему потому что во-первых со стороны центральной нервной системы идут изменения которые касаются того что пациенту ничего не интересно он полностью в апатии то есть он заторможен так как нет никакой стимуляции центральной нервной системы его ничего не радует идет снижение интеллекта если это касается какой-то деятельности связанной с обучением то ничего не запоминается ничего не усваивается ничего не надо склонность постоянно к сонливости такие пациенты становятся очень медлительны если мы говорим о сердечно-сосудистой системе то здесь наоборот идет склонность к брадикардии то есть частота сердечных сокращений становится реже в связи с этим снижается и артериальное давление если мы посмотрим на основной обмен на энергообмен то они снижаются энергия никуда не тратится соответственно такие пациенты едят мало так как пища нам дает энергию но при этом масса тела увеличивается так как происходит застой энергии со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдаются запоры так как снижается моторная функция кишки кожа таких пациентов холодная сухая теплообразование снижено поэтому они постоянно мерзнут им холодно зябко наоборот одеваются все закрывают то что касается половой сферы то это тоже идет нарушение менструального цикла плодоминарии могут быть дисфункциональные маточные кровотечения опять же связанные с нарушением цикла снижение либиды как у мужчин и у женщин но это связано и с заторможенностью со стороны центральной нервной системы ну вот здесь на этом рисунке представлены основные симптомы основные так скажем проявления которые касаются гипотириоза которую мы сейчас обозначили и со стороны центральной нервной системы и со стороны всех других систем как же диагностировать диагностика ну здесь все наоборот по сравнению с гипотириозом зная принцип обратной связи можно предположить что здесь наоборот в периферической крови будет снижаться уровень Т3-Т4 то есть этих гормонов мало отсюда и вся симптоматика а так как принцип обратной отрицательной связи то ТТГ гормон который вырабатывается тиреотропный гормон который вырабатывается в гипофизе его наоборот будет много то есть это такие вот манифестные признаки гипотириоза теперь немножко остановимся на детском возрасте то есть проявление гипотириоза в детском возрасте мы сказали называется кретинизм от слова кретин да это дословный перевод это идиот это эндокринное заболевание да вот кретинизм связанное как раз с недостатком гормонов щитовидной железы это заболевание которое характеризуется снижением задержкой как физического так и умственного развития ребенок не развивается почему гормонов щитовидной железы мало но в крайне редких случаях их нет совсем а значит не будет всех тех эффектов которые мы с вами разбирали а значит не будет осуществляться полноценный синтез белка а синтез белка это рост и развитие физическое да это прежде всего рост тела рост органов это рост мышечной массы это дифференцировка тканей прежде всего центральной нервной системы значит отсюда это будет полное отставание умственного развития такие дети конечно же очень сильно отстают от своих сверстников по росту прежде всего и по психическому развитию и в очень тяжелых ситуациях такие дети они даже без всякой коррекции если не назначена коррекция гормональная они даже не могут сами себя обслуживать не говоря уже о том что они могут приобрести какие-то навыки и так почему такое может случиться причина врожденного гипотириоза или кретинизма первая причина это наследственность то есть врожденный гипотириоз возникает у детей потому что на этапе внутриутробного развития происходит неправильное формирование щитовидной железы то есть вот такая мутация случилась такая поломка генетическая что ткань щитовидной железы не развивается и дети рождаются либо с недостаточным развитием щитовидной железы мало этой ткани в крайне редких случаях вообще с отсутствием щитовидной железы соответственно тогда о каких-то гормонах говорить вообще не приходится такое может случиться у ребенка родившегося от матери страдающих гипотириозом то есть у мамы гипотириоз гормонов не хватает ей самой соответственно во время беременности гормонов нужно больше и гипотириоз развивается у ребенка либо это может быть также во время беременности да у женщины которая употребляет какие-то препараты которые ей назначены для подавления выработки гормонов щитовидной железы допустим у нее гипотириоз ей назначены гормоны и она это ее терапия она их принимает и вот такое воздействие может быть оказано на развитие ее плода в этих ситуациях когда вообще нужно сказать что во всех роддомах всем детям делаются экспресс-тесты на так скажем активность гормонов щитовидной железы и если установлено что этих гормонов недостаточно и плюс отягощенный анамнез то конечно же этим детям с первых дней назначается заместительная терапия заместительная терапия для того чтобы этот ребенок не хоть как-то развивался и рост развивался в физическом и умственном плане для того чтобы этот ребенок мог чему-то обучиться в социальном плане приспособиться и мог хотя бы себя обслуживать проявление гормонов и чем может это проявиться если мы обратимся к аюрведическим основам то можно сказать что дисфункция щитовидной железы может быть связана с дисбалансом любой доши только в различных ее проявлениях гиперфункция щитовидной железы как правило связана с дисбалансом по ватадоше гипофункция щитовидной железы как правило связана с дисбалансом капхадоше это вот две крайние ситуации которые мы сегодня с вами разбираем а вот дисбаланс питадоше может привести к развитию так называемого аутоиммунного тиреоидита аутоиммунный тиреоидит это проблема щитовидной железы которая может протекать как по гипо так и гиперварианту но причина здесь совершенно другая причина здесь заключается в поломке в сбой иммунной системы когда иммунная система начинает распознавать клетки щитовидной железы как чужие и на эти клетки начинают вырабатываться антитела поэтому организм как бы против собственных клеток начинает бороться поэтому ауто аутоиммунное заболевание так скажем средств для коррекции аутоиммунного тиреоидита нет на сегодняшний день можно бороться только с проявлениями которые могут быть либо как по гипер так и гиповарианту если мы обратимся к воздействию к лечению ну лечение оно как бы напрашивается из того а что определили гиперфункцию либо гипофункцию если это гипофункция и связано с недостатком йода то конечно же прежде всего это диета терапия направленная на увеличение поступления йода с пищей это различные биологические добавки с большим количеством йода если же это гиперфункция то мы не касаемся медикаментозных методов лечения назначаются препараты которые подавляют выработку этих гормонов потому что это такой гипертиреоз он очень тяжело переносится на самых различных уровнях мы это сегодня увидели если мы поговорим о препаратах у травах аюрведических то гипертиреоз то есть это состояние которое связано с балансом по вата типу вата типу то здесь применяется такой препарат как вы видите да это ашваганха препарат который принимается постоянно это легкий адаптоген потому что человек в состоянии гипертиреоза он истощен он измотан он быстро устает значит препарат принимается постоянно он принимается в первую и третью лунные фазы то есть одну неделю он принимается одну неделю не принимается и вот так происходит чередование но принимать его нужно регулярно ну так можно сказать всегда но правильнее сказать под контролем гормонов если мы говорим о гипотиреозе это проявление дисбаланса по капхотипу то здесь тоже на постоянной основе это чиван праж и шатавари которые также будут приниматься постоянно если мы говорим соответственно о приеме чиван праша то он назначается регулярно назначается он по 3 раза в день и где-то примерно за 10-15 минут до еды ну вот и соответственно принимается тоже в течение ну можно сказать всегда пожизненно и шатавари там есть особенности приема шатавари у женщин значит с нормальной так скажем гормональной функции и уже в периоде постменопаузы менопаузы и постменопаузы но тем не менее препараты принимаются регулярно если мы остановимся на диагностических принципах АПК витопульс то мы как обычно обращаемся к модулю меридианы модулю баланс и недана ну первый модуль который мы рассматриваем это модуль меридианы то конечно же здесь прежде всего это меридиан трех обогревателей меридиан который отражает состояние как раз эндокринного баланса меридиан трех обогревателей десятый меридиан он может находиться в двух состояниях опять же зависимостью от проявлений гипер или гипофункции значит он может находиться либо в истощенном состоянии вот как здесь показано либо он может находиться в состоянии напряжения вот как здесь показано Далее, мы обращаемся к вкладке недана, недана субдоша. Вот здесь показаны, сейчас я их озвучу, признаки при гипертиреозе. Гипертиреоз, мы сказали, это дисбаланс по ваттодоши. То есть, если мы посмотрим на баланс, то ваттодоша – дисбаланс. На что здесь мы смотрим? Значит, мы смотрим на проявление ваттодоши и обращаем внимание на две субдоши. Первая субдоша – это прана, и еще на одну субдошу, которую мы смотрим, это субдоша вьяна. Как видите, эти две субдоши будут находиться при гипертиреозе в состоянии напряжения. То есть, уходят за зеленый фон, в состоянии напряжения. И вот увеличение прана в этом случае ни в коем случае не говорит о больших запасах жизненной энергии. Нет. Это, наоборот, говорит о напряжении и чрезмерном расходе жизненной энергии. Поэтому прана попадает вот как раз в красную зону. Если мы говорим о вьяна, то в целом вьяна характеризует состояние сердечно-сосудистой системы, а также характеризует распространение нервных импульсов. При гипертиреозе идет, так скажем, стимуляция того и другого. И работа сердечно-сосудистой системы, и распространение, ну, дословно нервных импульсов, то есть активация нервной системы, центральной нервной системы. И также давайте обратим внимание на субдоши по капха-доши. То здесь обращает внимание на себя торпака. Торпака будет находиться в таком вот заблокированном состоянии, выстощенном. Это говорит о том, что человек находится в постоянном раздражении, его все раздражает, ему ничего не нравится. То есть такая вот гипервозбудимость, отсутствие удовлетворенности. И повышенный фон раздражения. Ну, вот такие вот проявления, которые касаются гипертиреоза. Если же мы перейдем на проявление гипотиреоза, то, как мы сказали, по балансу это дисбаланс по капха. Вот то, что здесь отображается. И также мы смотрим на проявление поватта и по капха-дошам. Здесь обратная ситуация поватта. Значит, посмотрите, прана и вьяна находятся в заблокированном состоянии. То есть все наоборот, два диметрально противоположных направления. И если мы обратим внимание на капха-дошу, то здесь прежде всего это оваламбака. Оваламбака это все, что связано с жидкостью. Но в данном случае при сочетанности всех этих признаков оваламбака будет свидетельствовать о наличии отечности, застойности. Что и характерно для гипофункции. Ну и буквально немножко я хочу остановиться еще на третьем проявлении, которое мы сегодня назвали. Это дисбаланс по пита-дошу, то есть это проявление аутоиммунного тиреоидита. Он может протекать по разному варианту. Но вот для аутоиммунных, если есть патология щитовидной железы, то это, как правило, пита-дисбаланс. И если мы смотрим на субдошу, то это субдоши по пита-дошу и это ранжака. Ранжака будет находиться в состоянии напряжения. В целом ранжака отображает состояние печени и селиньонки. Ну вот в данном варианте это как проявление аутоиммунных процессов. Ну вот это основные такие диагностические моменты, которые можно увидеть и которые помогут определиться с нарушениями функции щитовидной железы. Ну вот все, что я хотела рассказать сегодня в вебинаре. Всех благодарю за внимание. Сейчас я посмотрю вопросы. Ну, фейхоа, конечно, полезна. И при недостатке йода тоже можно употреблять в пищу. Ну, можно, да. Но это не является... Так, меня просят просто прочитать вопрос. Скажите, а фейхоа при недостатке йода полезна? Полезно употребляйте фейхоа, там еще множество других микроэлементов и витаминов, но одним фейхоам не стоит ограничиваться. Ну, если вопросов нет... Спасибо. Спасибо, Галин. Значит, если вопросов нет, то я всех благодарю за внимание и приглашаю вас на наш следующий вебинар. На наш следующий вебинар. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok